Что мы делаем? Мы выравнили температуру желтков, чтобы они у нас не свернулись здесь. Так варится любой заварной пен. Лимонный бисквит, малиновое желе, крем из личи – это не отдельно взятые блюда, а составляющие одного десерта. Секреты профессии открывает чемпион мира по кондитерскому искусству Елена Шрамко. В высокой кухне значение имеет все – от качества сливок до мощности печи. И даже совсем пустяковые, на взгляд обывателя, нюансы. Для меня под запретом мешать против часовой стрелки, потому что все в природе у нас движется по часовой. В ванной, если вы помешаете чай против часовой стрелки, никто его пить не будет. Долго, сложный и вкусно – своеобразный девиз форума. Каждый мастер-класс длится минимум два часа. За это время именитые шеф-повара успевают не только рассказать рецептуру того или иного блюда, приготовить его, но и ответить на десятки вопросов приморских коллег. Даже простой хлеб можно испечь так, как никому до этого в голову не приходило. Сейчас набирает большую популярность хлеб именно на закваске, или по-другому его называют бездрожжевой хлеб. Это будет не совсем правильно, но это уже скорее как именно рецательное звучит. То есть дрожжи там в любом случае содержатся, только заквасочные. И у нас есть такой хлеб, например, солодовый с семенами. Я не так давно сделал рецептуру, и он очень хорошо понравился людям. И его сейчас активно берут, продвигаем мы его. И в целом, то есть продукты и пшеничные, и ржаные, с добавлением сухофруктов. В Петербурге сейчас очень много разных пекарен. И чтобы удивить гостя, нужно давать ему не только вкус, но еще и пользу. Чабата, фокача, гриссини, изделия из хлебного теста повышенной влажности все больше теснят классический русский плотный хлеб. После дегустации – советы по ведению бизнеса. Тестомес можно купить за 20 тысяч рублей китайца, который будет нормально работать. Просто минус китайцев в том, что они либо пан, либо пропал. То есть он либо будет хорошо работать, либо через месяц начнет барахлить. Первый в своем роде кондитерский форум посетило около 500 человек. Участники приехали из Бикино, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Биробиджана, Уссурийска, Находки и других городов Дальнего Востока. Кулинары не только знакомились с технологиями создания авторских рецептур, но и учились продвигать бизнес в соцсетях, а также на реальном рынке. Узнавали, как сэкономить на открытии кондитерской и получали множество других знаний. Грандиозный масштаб. То есть приехали люди из Петербурга, с Москвы, прекрасные шефы и мастера. Достаточно большое знание они дают нам. Нам не интересны новые рецептуры, технологии приготовления кондитерских изделий, так как и хлеба, и сдобы, и, в принципе, пирожных тортов и тому подобное. Помимо мастер-классов, на форуме была организована выставка ведущих представителей сладкого бизнеса. Здесь можно было познакомиться с производителями и дистрибьюторами, получить консультации от экспертов по юридическим и финансовым вопросам, а также отведать кофе от лучших бариста города и узнать секрет идеального эспрессо. Хороший вкусный кофе, качественный, и хорошая граммовка. Вы должны собрести на самом деле граммовку. Соотношение кофе и воды. Очень правильно. Какое? Ну, 20 грамм на 100 миллилитров. Вот это такая стандартная история. Как правило, те люди, которые приходят и говорят, у нас не самый хороший кофе дома получается, это люди, которые недососыпают кофе. Чем старее обжарка, тем прогоркий вкус и тем хуже. Поэтому, когда вы в магазине выбираете зерно, ваша задача – посмотреть на срок обжарки. Свежий кофе – это до трех месяцев с момента обжарки. Если ваш производитель пишет срок годности год, это старое зерно, не покупайте его. Многие кофейни и кондитерские проводили свои мастер-классы возле выставочных стендов. В основном учили делать пирожные, эклеры, заваривать чай. В данном направлении, в индустрии питания, в кондитерском инструкции необходимо всегда развитие, обмен опытом, знаниями, получение новых теоретических знаний мастеров с большим стажем, таких как Елена Шрамко, Сисель Молитей из города Франции, который свой собственный учебный центр во Франции. У нас очень много местных знаменитостей, землюков, которые с колоссальным талантом, которым очень интересно познакомиться со своими коллегами. Использовать полученные знания кондитеры будут на собственных кухнях. И вполне возможно, гости и жители Владивостока вскоре смогут насладиться совершенно новыми вкусами десертов и выпечки, которыми ранее могли похвастаться лишь Петербург и Москва. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.